Добрый вечер всем, кто включил это видео, или день, или любое время суток. Приглашаю на просмотр этого влога просто нашей жизни. Меня зовут Хатума. Это семейство, это наши дети, а это муж. Собственно, мы все являемся нашим семейством. Едем гулять. Сегодня выходной в связи с праздником Пасха. Мы едем в парк. Буквально на часик пройтись, потому что дома надо сделать дела. Я успела забежать в магазин и купить клей для ресниц, ремовер, браши. Там чуть-чуть для работы, а надо еще гель для выкладного френча. Гель камуфляжный, белый. Посчитала, сколько надо денег. Может, завтра заеду, а может, нет, посмотрю. Все, едем гулять. Сидим на лавочке, я и Елисей. Наконец-то, хоть покажу детину вам. Устаешь? Конечно. Устает. Лучше было нигде не работать, да, Сануль? Нет. Нет, конечно. Лучше работать на себя. На себя? Нет. Ждем мужа, Викторию и Мишу. Они там в кафе, там, где домики, покупают нам вкусняшку. Как деревья зеленеют. Так вот, когда работаешь, потом раз, оглянулся, уже все зеленое. Уже такие бурьяны здоровые, высокие. Так, сейчас месяц-два, и уже и осень. Уже надо планировать какой-то отдых, что ли, куда-то поехать, как-то отдохнуть. Не знаю. Быстро время летит. У Елисея вообще с непривычки, наверное, оно летит, да? Нет. Тебе постричься надо, сынок, уже. Что, нет? У тебя на все нет, у тебя какое-то отрицание, да. Я не хочу стричь, пока. Ну, у тебя же волосы мешают. А ты в шапочке на работе? В кепке. А, вышивкипке. Кто такие классные? Вот, кто такой классный. Вот, кто такие классные. Елисея, у тебя безудержное веселье. Прям не остановить твой смех и радость. Можешь снизу снимать. Что? Можешь снизу снимать. А что? Боблюнул. Шутка уровня Петросян. Как вы поняли, сейчас у нас будет... Мы когда все вместе, у нас у каждого есть какие-то претензии. Один Миша говорит, что не снимаешь? Так, это твой какао, это мой чай. Виктория уже замерзла. Сейчас еще пару шажочков до моста. На мосту согреешься. Да, шуточка, вот уровень Петросяна. Ну, вообще, на самом деле, если их страх, то кровь нагревается сразу. От страха, поэтому... Дайте я помою тебе, если ты убираешь. Дэц, ты руки помыть не можешь? Уже все пересорились, пока ты руки мыла. Ты в Карпаты собралась, в Гамняты, а не в Карпаты. Закройся. Вы мне постоянно стояли с этими Карпатами, когда уже две недели назад сказали, что я туда не иду. Зачем мы приплетали? Чтобы ты еще два года не хотела туда идти. Мы уже на 22-ю. Вот тебе это. Показываем, что ты пока что к Карпатам не готова. Их нету, они упали, бедненькие. Как только ты на них глянула, они испугались. Иди, моя кися, сюда. Они, иди сюда. Ты сейчас по хмутам потолкешься. Ну, поскакала ты. Скакала ты мощно. Иди сюда. Мишка, дурачок. Бери свой какао, пей. Жучков двух, у них любовь была. Правда, у них любовь. Идем по мосту. Уже страшно? Ты просто не смотри. Не жадай, Елисей. Страшно жадается. Да, кажется, будто сейчас обвалится. Это Виктория еще? Да. Ну, нормально. Все творялось. Мы с Викторией замерзли, поэтому ушли вперед. Взяли ключи от машины, прям ветер поднялся, прохладно. Постреляли в тире. Я и Миша, муж, вспомнили военную подготовку школьную. Ну, у него в 11 классе была. Он говорит, вывозили даже на полигон. Давали 8 выстрелов с огнестрела. 5 можно было очередью выстрелить, а 3 по одиночке. Говорит, ну, отдача обычная с автомата калашника. А звук такой, говорит, что звенело в ушах еще, пока домой шли, пока до автобуса, пока ехали, все равно звенело. А мы огнестрелом не стреляли, я 11 класс проходила в училище, то мы на скорость противогаза одевали. Просто сейчас в школах уже этого нет, ни военной подготовки, ничего. Нет, ну, есть типа противогаза, все из чизны. Ну, она чуть не такая, у нас такая уровневая была. Мы накладывали повязки, одевали противогазы на скорость, стрельба уцами холостыми была. Когда Миша, Яна выпускалась, то там девочки показывали вот эту первую помощь, тоже что-то показывали. Может быть, я так как-то упустила. Постреляли в тире, идем в машину, мужики уже нас там догоняют. Я сегодня первый раз стреляла в тире, я даже поскидывала там и игрушки, и банки, вообще молодец. Пошли. Идем с Викторией, а у нас там, ну, она возмущается, как в школе тяжело учиться и как много задают заданий. А там поехали ребята молодые на инвалидных креслах. Я говорю, дочечка, вот ты идешь, повернись просто направо, аккуратно посмотри. Я говорю, каждый раз, когда вижу таких людей, понимаю, а мы их знаем, мы их на площади часто видим, они там руками, ну, как, не знаем, а видим. Они руками изготавливают заколки, стараются продать, заработать. Я говорю, когда вижу таких людей, всегда понимаю, как много нам дано возможностей найти свое место в этом мире, призвание, призвание и не роптать на судьбу и на какие-то дурацкие мелкие уроки. Да нет, это просто именно такая проблема с одним учителем, мы прям в классе разбираемся. Так похолодало, идем гуськом, уже на нас в территории и обогнали мужчины. Сейчас в магазине быстро скупимся на утро. Я в машине хочу посетить, тем более я без машины. А вот в машине сейчас тепло будет. Курится по 80 рублей, а садульки по 50 рублей. Что он рассказывает? Байки. Мы в магазине, дети остались в машине, сказали, мы не хотим сами идти, мы заскочили взять каких-то сарделек. Ну давай. Я взяла Айвы. Я так люблю Айву. Короче, перла пакет в руках. Знаете, менталитет никуда не девается. Потом думаю, что я его в руках? Сейчас в тачку и повезу. Сейчас Михась выгрузит, а муж пошел наверх купить попкорна. Хотим вечером кино посмотреть. Угу, ветер. Мы сели ужинать всей семьей. У нас потом еще у кого попкорн, у кого что? Чипсы, сухарики. А, рыба есть. Вся семья ужинает с Борей, полуголый Мишка. Приятного нам аппетита. Я только что скупалась, мне так классно и плечо болит. Доброе утречко, новый день. Первый рабочий день после выходных это что-то. Да еще и учитывая, что я легла спать в три часа. Мы еще не выехали, а я уже хочу вернуться. Взяла футболку, до сих пор не переоделась, потому что очень нравится наряд. Получается я в юбке. Это майка, кофточка и под белые макосины. А, еще вот так вот сумка. Вот так вот я хожу. Очень благодарна доченьке, потому что, конечно, классно, когда доченька посоветовала. Говорит, мам, бери такую юбку, бери там то все. И когда вот так вот как-то современно одет, то даже хочется гулять, ходить по городу. Как-то вот казалось бы, ну что тут, ну юбка, ну майка. Но вот что вместе под макосины, потому что на мой возраст, когда тебе 42, мне, конечно, кажется, что нужен каблучок, чтобы немножко вот так приподнять. А на самом деле вот удобно, классно, современно. Юбка и майка в одном магазине куплены, а кофта с секонда. Ну она нормально, вообще классно смотрится. Она очень такая, я ее носила под кожаные штаны. Что тут, хамедорея расти не хочет. Что-то как-то, ну ладно. Я уже дома, и дома ждет такой вкусный ужин. Вот такой, что это? Это французский. А, запеченная картошка в духовке. Кто готовил? Папа и я помогала. Да ты какая умница. Приятного нам аппетита, спасибо большое. И вам тоже, кто кушает.